Добрый вечер! И мы находимся с вами в недельной главе Талдот. И я нашел этот урок у Рава Джоната Сакса, раввина, профессора, философа, политика, члена Палаты Лордов, главного раввина Великобритании в 1991 по 2013 год, и который в свою очередь основывает свои уроки на трудах 7-го Любачевского Рэба. И так наша недельная глава начинается известными словами «Вот родословие Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака». И, разумеется, комментаторы Торы сразу задаются вопросом, почему в этой фразе повторяется одна та же мысль «Авраам родил Ицхака». И среди различных торгований есть несколько, которые я приведу. В Талмуде и в Медраше, по сути, рассказывается, что циники того времени, они подвергали сомнению отцовства Авраама. У Сары в течение многих лет не было от него ребенка, и она родила Ицхака только после того, как побывала в плену у Вавимелых. И поэтому Бог и сотворил Ицхака, похожим на Авраама, как две капли воды, чтобы не возникло сомнений в том, что он действительно сын Авраама. И Тора не довольствуется тем, чтобы сказать, что Ицхак сын Авраама, а она уточняет, что именно Ицхака родил именно Авраама. Медраж, другая точка зрения, рассказывает интересную другую связку. Сказано, Авраам был венцом Ицхака, а Ицхак венцом Авраама. То есть каждый был гордостью другого. Но интересно, есть еще много разных толкований. Вон отменение учения хасидизма говорит о том, что Авраам символизирует служение Всевышневу с любовью, добротой. Да, понятно, Авраам — это лицетворение хасида. А Ицхак служит образцом трепета перед ним и строгости, как гвуры. Существует 200 ступеней для каждого из этих путей служения Богу. С одной стороны, есть нижний страх, боязнь наказания за грех или вред, который может последовать в результате совершения греха. И более высокий уровень страха есть благоволейный трепет и рад перед величием Творца, который заставляет отказываться от греха, как от совершения того, что противоречит воле Создателя. Нижний уровень любви к Богу характеризуется скрытым мотивом желания вознаграждения, материальное или духовное. И высшая же любовь, свободна от поисков личной выгоды, она выражает стремление к единению с Богом ради Него самого. Дважды повторенная в этой фразе мысль сообщает нам о соотношении четырех форм служения Всевышнего. Имена следуют в таком порядке, Ицхак, как Авраам, Авраам, Ицхак. Служение Бога начинается с нижнего страха, перерастает в нижнюю форму любви, переходит к высшей любви в своей наивысшей точке, достигает благоволейного трепета и рад. Шабаем тоже страха, но высшая ее форма перед Всевышним. Нижняя форма порождает высшую, потому что тот, кто начинает служить Богу по личному расчету, в конце концов приходит к тому, что делает это ради самого Бога, и это относится ко всем евреям. Они должны служить Богу и с любовью, и со страхом, ведь Авраама, Ицхака и Якова называют праотцами еврейского народа, поскольку все их потомки получают наследство их качества, ровно как и обязанность их использовать. В книге Зоор сказано, что Авраам символизирует душу, а Сара – тело, и это еще одно толкование. Сказано в Торе «И умерла Сара», то есть тело, которое смертно, а Аврааме же написано «И поднялся Авраам от лица умерших своей», имеется в виду душа, которая выше смерти. Ицхак, чье имя означает «смех и радость», символизирует наслаждение, которое испытывает душа в будущем мире. Таким образом, исследуемую фразу можно интерпретировать так. «Смех и радость и наслаждение будет наградой душе, Ицхак сына Авраама, в будущем мире, если душа порождает смех над условностями, материальными ограничениями этого мира». Это Авраам родил Ицхака. А в это, в свою очередь, означает, что душа наслаждается служением Богу в этом мире. Немножко сложно, но можно понять. Но интересно, что два первых толкования объединены тем, что оба посвящены событиям, которые выходят за рамки естественного порядка вещей. Если бы все шло по законам природы, то у Авраама не могло быть ребенка. Но он и его жена были, так как он и его жена, были стары и бесплодны. Поэтому в Торе сказано, что Бог собирается сообщить Аврааму о том, что у него будет ребенок, вывел его наружу. Мудрецы толкают эту строчку так, выйдя за пределы астрологических предначертаний, согласно которым Авраам знал, что у него не будет детей. И если бы эволюция духа шла, как обычно, то есть с понижением духовного уровня людей в каждом последующем поколении, то, как говорят об этом наши мудрецы, если первые евреи были сыновья ангелов, то мы сыновья людей и так далее. То Ицхак не стал бы венцом Авраама. Ведь это бы означало, что Ицхак дополнял и доводил до совершенства службу отца, внося в нее то, чего не хватало Аврааму. Таким образом, об оттолковании раскрывает глубокую мысль о том, что еврей способен преодолеть рамки естественных закономерностей и не только на духовном, но и в физическом смысле. А Авраама, у Авраама, так сказать, были духовные потомки до Ицхака. Сказано, что плоды праведника, его добрые дела и рождение Ицхака доказало, что в физическом мире с Авраамом может произойти чудо. И это решительный аргумент против циников поколения, ведь их утверждение на уровне внутреннего смысла означало, что даже если евреи выше ограничений на духовном уровне, то для воздействия на материальный мир требуется хотя бы временное использование сил земных правителей. И тут они грязно намекают на то, что отцом Ицхака было в имелах. Иными словами, в физическом мире еврей подчинен естественным законам, он по ним живет и в их ограничении находится. Сделав Ицхака, как капли воды, похожим на Авраама, Бог доказал всем, что Авраам и есть настоящий отец. Он показал, что каналом физического воздействия был Авраам, следует толкованию зора душа, Авраам как душа, а не в имелах, земельный правитель. И для души Авраама нет препятствий ни в самом себе, ни когда она решает воплотиться в свои пуждения в действие, на материальном уже уровне. И это помогает, все эти рассуждения до сих пор помогают понять слова Иосифа Ицхака, 6-го любаяческого рэбэ, которого упоминает Рабсакс. Он пишет, что все люди земли должны знать, только наши тела оказались в изгнании, отданные в рабство чужим правителям. Но наши души не находятся в изгнании, ни в рабстве. Мы открыто перед всеми должны заявить, что во всех делах, связанных с нашей религией, с Торой, заповедью, с обычаями Израиля, для нас, евреев, не существует никого, кто мог бы командовать нами, и никаких давлений на нас недопустимо. На первый взгляд, не совсем понятно, что толку о том, что душа остается свободной, если наши тела находятся в изгнании. Ведь душа должна выполнять волю Бога, будучи именно в теле, в этом материальном мире. Но на самом деле, сила подъема души такова, что она может освободить тело из физического рабства. И это должно быть сделано открыто, чтобы все люди земли, как пишет 6-го любая Чискареба, включая циников поколения, увидели, что ни тело, ни душа еврея не принадлежат Ави Мелыху, земной власти. Но что это означает на практическом уровне? Все просто. Мы находимся в изгнании. И многие из нас даже не осознают это. Не осознают, что мы, по сути, в плену других народов. И находясь среди других народов, мы находимся под управлением их ангелов. И поэтому, сказано в Толмоде, что тот, кто живет вне земли Израиля, находится в состоянии подобно тому, что служит идолам. Ведь он работает и отдает себя не Всевышнему, а чужим силам. И тогда, когда еврей начинает потихоньку, шаг за шагом возвращаться к своему евреству, начинает учить Тору, потихоньку исполнять заповеди, сила подъема души может освободить тело из физического рабства. Этот еврей постепенно придет к осознанию, что служить нужно только Всевышнему. И не просто служить, а быть его партнером по созданию реальности, новой реальности. И закончится это личное преобразование и рост духовного уровня освобождением из физического рабства, то есть освобождением от жизни в странах изгнания и переездом в Святую Землю, где объединяются все три составляющих. Святой народ на Святой Земле под управлением Святого Благословенного. И в этом сочетании это становится настоящим единством. И тогда происходит преобразование мира. Да случится это в скорости в наши дни. И в этом заключается план Создателя. Именно к этому он ведет мир. И нам нужно только понять, что нужно быстрее впрыгивать в уходящий вагон благополучного будущего. Чего я нам всем желаю. И прохава от слаха, воословение и успеха. Остаемся и дальше в поисках смысла. Продолжение следует...